Усекновение главы Иоанна Предтечи — праздник, который напоминает нам о покаянии и изменении своей жизни. В русской церкви он относится к числу великих. На какой бы день недели этот праздник не выпадал, включая воскресенье, этот день всегда является днем строгого поста. Ведь повод для праздника необычный — отсечение главы праведника. Именно так был казнен величайший пророк и предтеча Господа Иисуса Христа. Его миссией было узнать Христа, Сына Божия, среди тысячи иудеев, приходивших к Нему на Иордан для покаяния, узнать и возвестить миру о Его пришествии. В Иерусалиме в день памяти усекновения главы славного пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна прошли праздничные богослужения. Все ночные обдения в Троицком соборе русской духовной миссии и божественную литургию в Горненском женском монастыре возглавил начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр Елисов. Ему сослужили клирики миссии и паломники в священном сане. С особым благоговением паломники посещают Горненский монастырь — родину святого пророка Иоанна Крестителя. Для обители это престольный праздник, ведь на ее территории находится пещерный храм, посвященный святому пророку. Иоанн Креститель был последним пророком среди множества праведников Ветхого Завета, предсказывавших пришествие Мессии, который освободит народ Израиля от рабства. Его Рождество было предвозвещено пророком Исаии за 700 лет. Исаия писал об Иоанне предтече, что он будет глазом вопиющего в пустыне. Под пустыней в словах пророка Исаии в духовном смысле разумелся иудейский народ, который по своему нравственному и религиозному состоянию тогда уподоблялся дикой невозделанной пустыне. Под грозное обличение Иоанна попал царь Ирод, который отобрал у родного брата Филиппа жену и сам женился на ней. Во время пиршества, в день своего рождения, опьяненный вином царь обещал своей пачерице Саломею исполнить любое ее желание, так как она плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Саломея по наущению своей матери Иродиады, которая ненавидела Иоанна за обличение ее брака, попросила голову Иоанна предтечи, и царь ради клятвы своей не отказал ей. Сегодняшний мир, к сожалению, следует именно Иродиаде, потому что, как она ненавидела святаго пророка Иоанна, крестителя Господня, точно так же сегодняшний мир греховный и прелюбодейный ненавидит святое Евангелие, не принимает Церковь Христову, отвергает законы и заповеди, пытаясь утверждать в этом мире, утверждать грех и порок как норму жизни. Во исполнении благословений Священного Синода Русской Православной Церкви, после отпустой литургии в Соборе всех святых в земле русской просиявших Горненского женского монастыря, духовенством был совершен молебен, во время которого были вознесены особые прошения о здравии и исцелении страждущих недугами алкоголизма и наркомании. Мы молимся, ежепрезреть и милостивно на рабов своих, от недугов пьянства и наркомании душей и телом страждущих, и разрешить их от усмертоносных страстей. Господу помолимся... День трезвости, учрежденный в России еще в 1911 году, в последние годы по инициативе Церкви, возрождается. Дата 11 сентября была выбрана не случайно. Это день, когда церковь скорбит о мученической смерти пророка Иоанна Крестителя, который был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. Людмила Гультяева, Владимир Жаров, Иерусалим, Православный телеканал «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова